Подлинная история Самарского знамени в романе Алексея Солоницына. На написание книги автор потратил несколько лет кропотливого труда. Это и работа с историческими документами, и встречи с краеведами, музейными работниками. Посещение Иверского монастыря, где и был соткан символ освобождения славянских народов от 500-летнего османского ига во время русско-турецкой войны 1877 года. Писатель уверен, самарцы именно этим поступком в 19 веке показали всему миру свой духовный и патриотический уровень. Самарское знамя – это такой символ духовный, которого нет ни у одного города, насколько я знаю, а есть у нас, и мы должны этим гордиться. Презентация романа «Самарское знамя» прошла в первой гимназии. Старшеклассница Ирина Мельник про Самарское знамя знает почти все, увлекается историей. Корни этих двух народов берут одно начало. Я считаю, что нужно поддерживать связь, не забывать и о прошлом, не забывать и о истории, которая происходила. И нужно поддерживать связь и помогать друг другу. В мае в Самаре прошел международный фестиваль «Самарское знамя». Он получил широкий общественный и культурный резонанс. Приезжали гости из Болгарии. Недавно в Самаре был с официальным визитом и посол этой страны. Эти встречи, говорит учитель истории первой гимназии, она будет помнить всегда. Самара оказалась городом, протянувшую руку помощи Болгарии в сложный момент ее исторического развития. Что Россия и Самара, и Болгария, но особенно наш город, мы побратимы не просто формально, а мы побратимы реально. Автор книги Алексей Солоницын мечтает, что когда-нибудь в исторической части Самары появится и памятник Самарскому знамени. Символу независимости, патриотизма и героизма двух славянских народов, русских и болгар. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok